Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президент также распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования юбилея Сталинградской битвы. Его председателем назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин. Дорога на Сталинград стала для немцев, как они сами говорили, дорогой смерти. Сталинградская битва длилась 200 дней – 17 июля 1942-го и завершилась 2 февраля 1943-го разгромом немецкой группировки. Эта военная операция стала одной из переломных в Великой Отечественной войне, означавшей неизбежность поражения Германии. Красная армия под Сталинградом остановила победное шествие немецко-фашистских захватчиков, которые рвались к нефтяным районам Кавказа и плодородным землям Кубани. Победа. Кажется, весь смысл жизни вложен теперь в это слово. Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После битвы на Волге началось массовое изгнание оккупантов из советской страны. Сталинградская битва по продолжительности и ожесточённости боёв, по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Свой вклад в общую победу внесли и жители Неницкого округа. Точного количества участников Сталинградской битвы, ушедших из Неницкого округа, мы назвать не можем. Однако известен ряд имён. Это, в первую очередь, выпускники и учителя средней школы. Сегодня школа номер один. Например, Павел Русинов, 1924 года рождения. Капитан школьной сборной по футболу, спортсмен, который хотел стать моряком, но судьба распорядилась иначе. И Павел участвовал в Сталинградском сражении. Погиб 22 сентября 1942 года, недалеко от Сталинграда. Среди воинов, ковавших победу под Сталинградом, и учитель физики Николай Москвин, погибший в сражениях в декабре 1942-го, и Пётр Рочев, выпускник первой школы, был ранен, но выжил и вернулся в родной округ. Это далеко не все имена наших земляков, тех, кто принял участие в самом кровопролитном сражении в истории человечества. Кому-то суждено было пасть на полях сражений, но их память будет жить вечно. Всего же, по приблизительным подсчётам историков, потери нашей страны в битве под Сталинградом превысили миллион человеческих жизней.